Во имя Отца и Сына и Стагадуха. Аминь. Вы знаете, вопрос тоже очень интересный. Какое проявление блудной страсти? Я хочу сказать о том, что у святых отцов проявление блудной страсти считается, например, смех. Когда человек смеется, особенно женщина в присутствии мужчины, мужчина в присутствии женщин, хохочет особенно. Это есть такое вот поучение святых отец, сердцеведцев. Они говорят нам, что это проявление блудной страсти. Также разгоряченный вид такой человека и чрезмерная такая болтливость или разнословие, шутки, смехотворчество, особенно когда веселят противоположный пол. Проявление блудной страсти – это взгляды нескромные на обнажённые части тела, похотливые взгляды, проявление блудной страсти. Конечно, блудные воспоминания и усложжение ими. Проявление блудной страсти – это блудные мечтания. Когда мы мечтаем, всякие образы в голову допускаем, в сердце и придаёмся усложжению этими блудными, развратными помыслами. Также проявление блудной страсти – являются блудные прикосновения, поцелуи. И также проявление блудной страсти является непосредственно уже рукобудие и сама блудная страсть. И смотрение блудных фильмов, и смотрение блудных картинок. Очень многое другое. Ну, также одной из разновидностей блудной страсти на сегодня являются пляски. Под музыку, когда разрешённо пляшут, вращая различными частями тела, в том числе и, так сказать, эротические пляски, когда женщина танцует или мужчина и показывает свои такие соблазнительные части тела, с равные места, вращая ими усиленно, так сказать, именно в блудном таком контексте. То есть вот основные такие на сегодня проявления блудной страсти. Все их надо избегать. И Господь говорит, что смотревшие на жену с вожделением уже прелюбодействуют. То есть не сам физический акт, даже уже Господь называет прелюбодеянием, а внутренние помысли, внутреннее расположение души тоже является прелюбодеянием. Поэтому в этом всём надо каяться и беречь свою душу, и в целомудренном Господь даёт великую благодать, силу и дерзновение перед Богом. Помоги вам Господи!